Валентина Мельникова. «Разбуди удачу». Рассказы психолога. Вступление к книге. Профессия для удачи. Или сказочная профессия. Ну что за профессия, психолог? Сиди себе, вопросики задавай, советы раздавай. А какие советы? А такие, на которые ты без них знаешь ответы? Приходит она такая к психологу, говорит. А у меня проблемы с молодым человеком. А психолог ей. Ну я вам посоветую решить проблему. Нормально посоветовала, да? А то бы она без нее не знала, что надо решить проблему. Ты ей скажи, как решить. Она потому к тебе и пришла, что не знает как. Вы улыбнулись? Да, это расхожее мнение о работе психолога. Но я, слава богу, не настоящий психолог, а практический. То есть из практики работы учителем, директором школы стало им. Потому что школа это как государство. Причем еще иностранные дела надо уметь вести. А иностранцы это кто? Как думаете? А родители. Потому что каждый родитель считает, что есть правила, которые у него в голове, в его семье. А это уже мини-государства типа. Люксембурги такие. Много их оказывается. И он, родитель, имеет право диктовать в школе, как надо учить, как разговаривать и так далее. И шучу. Не волнуйтесь, уважаемые родители, потому что я практически психолог. А это значит, что знаю, как же много мини-государства вне школы. И надо уметь всех понимать и со всеми ладить. Дипломатом, в общем, быть. Но есть же еще и жители нашей школьной страны, ученики, для которых мы не только уроки строим. Мы еще и сами с ними сажаем деревца, ночуем в палатках во время походов, сами поем вместе с ними на праздниках. В общем, становимся иногда не только главами классов и предметов, но и этими самыми детьми. Психология гибкая для нас вещь. А есть еще и ООН. Это типа Горано, а то и министерство. Сами ничего не делают, но резолюции присылают регулярно. Правда, еще и с санкциями в виде бумаг, которые учителям уже дышать спокойно не дают. А что им делать в этом ООН? Зарплату же надо оправдывать хоть на 2%. Вот и разрабатывают всякие постановления. Дать отчет о том, сколько мальчиков сопривило в первой половине дня, а сколько во второй. Шутка, конечно, но похоже. Потому на каждый чих надо отчет написать. Это вступление. Надеюсь, веселое. А на деле? На деле я освоила милтоновскую методику. Что это? Это речь, господа. Просто речь. Когда говорю вдохновенно, ищу мысли, имею, которые вас зажигают. Я что делаю? Я делаю вашу жизнь. Потому что этой мыслью вы кого-то будете зажигать. Вы можете профессию избрать благодаря моей мысли. И ассоциации с ней для вас полезной. И тому подобное. Но не волнуйтесь. Такие же влияния на нас всех оказывают речи с кинофильмом. Поведение героя влияет. Все этим занимаются. Друг на друга влияют. Мы можем подражать. Даже так же говорить. Доказать. Я посмотрела какой-то канал. Стендап. Как я начала свою статью? Похожа на стендап? Похожа. Почему? Потому что энергию подхватила. Благо, приятно. И выдала вам в этом же духе. Милтоновские методы – это методы влияния речи. В чем суть? В говорильне, объясняю я народу. Говорю о погоде, но о хорошей. Говорю о политике, но о хорошей. Это примерно так. А почему же успехи-то? А потому что думаю об успехах человеков. Говорю о погоде хорошей, а в голове успехи хорошие. А еще. Речь-то моя в позитивной, веселой энергетике. А это, как известно, человеку нравится. Это подсознательно и принимается им. А позитив – это целый комплекс. И настроение, и вера, и уверенности, и примеров, которые сами в голове появляются. И только позитивные в голову и идут. Хотите – верьте, хотите – нет. А иногда использую сказочки. Коротенькие сказочки. Вспомнила, как на днях сочинила сказочку одному человеку. Спросил, как бы доходы увеличить. Народу везет. У кого такое же дело, а ему не очень. Ну, на ходу придумалась сказочка. Дам ее тут вам. Пришел ежик к медведю. Совета спрашивает. Миша, почему я собираю грибочки, а все время попадаются только ножки от грибочков? Словно кто-то раньше меня из ежиков уже тут побывал. Шляпки взял, а мне только ножки достаются. Я даже говорю им – грибочки, попадитесь, хорошие, хорошими. Они все равно только ножками попадаются. Миша ему и говорит. А ты, ежик, как встань, как крикни. Я старый, мудрый, серый волк. Я в поросятах знаю толк. И будут тебе самые наилучшие грибочки попадаться. Да целыми семьями большими. Ежик посмотрел с недоумением на Мишку. Повертел бы у виска пальчиком. Да побоялся. Мишка все-таки решил, что Мишка пошутил. Не знает, что посоветовать. Но уже пока шел от Мишки. Насобирал целую кучу замечательных грибов с шляпками. Как специально его только и ждали. И с тех пор стали попадаться ежику только самые хорошие грибочки. Помногу. Радостен и доволен. Решил, что шутка Мишки оказалась сказанной в добрый час. Вот примерно такие сказочки. Понравилось? Человеку тоже повезло сразу в чем-то хорошем. Несколько раз уже повезло. Можно сказать, системой становится. А еще кураж. А еще воспоминания о чем-то классном. Что было в жизни. Это не поверите. Так полезно. Это даже лечит. И молодость возвращает. Влияет, одним словом. Ну, такие рассказы и будут в книге. Еще сказочку. Ну, про что? Про ежика понравилось? Про ежика всем нравится. Тогда еще одну на счастье дам. Как бы мне отношения наладить? Чтобы все ладно да складно у нас было. Дружно и мило. Идет и вслух рассуждает ежик. И так перед ежиком, и так. А все как-то не так. Чтобы так. Мишка из-за куста. Ежик, а ты попрыгай и станцуй. А то и спой. И станет ладно и мило у вас между собой. Во всем. Слышишь? Во всем. Прыгать умеешь? Ежик не поверил. Но жизнь наладилась. Милые слова слышит. Спешат друг к другу всегда. Потому что тянет их друг к другу. Как на грибочке. А ведь попрыгать даже не начинал. Только еще учился этому. Думает ежик. А когда с любовью рассказывается о детях. Как вы думаете? Что получают от этого люди? Чувство миления. Скажете вы. А если озарение, скажу вам я. Можно же озариться солнышком или свежим душем. Иногда они как скажут. Так как окатят наши умы свежим и бодрящим. Но главные удачи нам от них идут. Ибо в такой позитив сердца вводят. Сердца смеются. И как говорил великий Тесла. Все начинает резонировать. Теми же волнами. Теми же энергиями. В общем удачами. И успехами. Вот такая профессия для удачи. Если хотите, конечно, их себе в большом количестве. Бесконечным. И разнообразным. Впрочем, что же это я заигрываю? Кто же не хочет от такого? И какое же это счастье? Радоваться успехам и счастью. Которые поступили от тебя. Твоего куража, которым, как волосами, играет ветер моих идей. Кстати, на что я намекнула в стендапе? Берегите здоровье детей. А где и в каких строчках? Догадайтесь сами. И моя вам улыбочка за это. Читала автор Валентина Мельникова. Из книги «Разбуди удачу». Редактор субтитров А.Семкин